приветствую вас уважаемые бизнес-партнеры новички и коллеги и подписчики нашего канала сегодня мы начинаем на серию очень интересных уроков посвященному email рассылщику автоматическому mail mail later для чего вообще нужны email рассылки ну все мы знаем что это очень прекрасный инструмент коммуникации с вашими партнерами с вашими потребителями благодаря email рассылкам вы можете создавать серии писем автоматических и делать какие-то рассылки по своим структурам сегодня у нас первый урок этот урок будет посвящен регистрации на сервисе mail light и создание аккаунта на этом сервисе так ну что ж приступим в адресной строке вашего брайва заводите в райной w mail later.com и переходите на сайт прежде чем начнем создать создавать аккаунт хотелось бы сказать немного слов об этом сервисе бесспорно на сегодняшний момент существует огромное количество подобных сервисов это и just click это и smart responder это и печкин и еще масса других до которых можно перечислить перечислить до бесконечности об этих сервисах всех можно спорить у них у всех есть свои плюсы есть свои минусы чем мне понравился именно mail light дело в том что здесь во первых есть базовый тариф бесплатный в котором можно иметь подписную базу до тысячи человек и бесплатно неограниченное количество создавать рассылок огромный плюс в том что здесь есть отличные шаблоны да всякие разные на любой вкус и цвет вы их можете настраивать как вам угодно есть статистика есть абэ сплит тесты также есть возможность получать уведомления новых подписчиков на ваш email и что очень важно вы можете добавлять новых подписчиков без подписной форм вот это как бы вкратце да то что какие функции основные есть в этом сервисе а теперь давайте просто приступим непосредственно к созданию аккаунта итак первым делом нам необходимо с вами выбрать язык нажимайте на галочку не нужно здесь выбирать в списке выпадающем русский язык соответственно все менюшки и все все остальное да будет на русском языке можете обратить внимание меню верхней части экрана поменялось ну что ж и нажимаем начните с бесплатного плана итак необходимо ввести компанию организацию здесь я обычно ввожу ип королева татьяна сергеевна указываю можно хоть какой вести да указываю свой номер телефона контактный чтобы допустим со мной можно было связаться укажем указываю обязательно емейл можете любой на ваш рабочий какой-то фейковый еще какой-то без разницы и собственно говоря придумывайте надежный хороший пароль нажимайте кнопочку создать аккаунт так что с регистрация прошла успешно на мониторе на вашем должно появиться такое сообщение спасибо за регистрацию и для того чтобы приступить дальше к работе об этом наверно у нас будет следующий урок до посвящен том как работать в этом сервисе сейчас я расскажу о том какие основные функции здесь есть условно можно поделить до экрана на две части и с левой части у вас получается находится инструмент это создание ваших писем для работы с подписными базами создания в форм также с автоматизацией статистика здесь и с правой стороны идет непосредственно стройка вашего личного кабинета и управление вашими тарифными планами различными нажав на кнопку повысить уровень обслуживания вы перейдете в раздел в котором находится именно тарифные планы вы можете выбрать любой который вас больше всего устраивает следующий пункт меню это помощь в этом разделе вы можете задать любой вопрос службе технических поддержки либо найти интересующие вас тему базе знаний следующий очень интересный пункт меню это настройки вашего аккаунта здесь очень широкий спектр настройки сейчас у них тоже подробненько на каждом остановимся подраздел моя информация по большому счету здесь содержится данные основные данные вашего аккаунта здесь можете загрузить ваш фото ваше написать указать ваше имя и фамилия изменить данные для входа то есть это логин и пароль следующий пункт меню это пользователи в данном меню вы редактируете добавляете пользователей можете добавить пользователя любого и присвоить ему права следующий пункт настройки аккаунта здесь все довольно таки просто здесь вы можете изменить название своей организации выставить временную зону для того чтобы письма уходили вашим подписчикам по вашей временной зоне зоне также можете указать имя подправителя по умолчанию то есть любое которое необходимого мину вы указываете она будет отображаться в вашем письме далее идет пункт интеграция интеграция позволяет строить вашими рассылки подписные формы в какие-либо сервисы это начиная facebook wordpress и так далее ну здесь более такая сложная тема и вообще нужно разбирать отдельно следующий пункт у нас аутентификация но аутентификация вашего почтового домена говорит получателям что с отправкой писем от вашей имени через сервис имейлайта все в порядке и что позволяет в принципе избежать попадания в спам фильтров и доказывать что ваша почта которую отправляете на не подделка а действительно идет от реального отправить далее очень важный пункт это страница отписки то есть однозначно все ваши подписчики которые подписаны на ваши рассылки должны иметь возможность отписаться от нее и при когда нажимает на кнопку отписки они переходят по ссылке и открывается вот такое вот окошко здесь также все просто очень выбираете форму да какую вам нужно и можете ее редактировать можете обратить внимание что можно использовать как версию до компьютера так и мобильную версию отписка вообще вообще весь редактор он состоит из блока то есть сегодня изображение 1 2 3 это все блоки они редактируются последовательно кликнули мышкой да открыли начали редактировать поля заполняете содержимым вы также можете сделать любой дизайн который вам нравится более подробные уроки о том как пользоваться редактором как редактировать мы будем рассматривать дальше следующая функция у нас это имейл учения сервис мэйлер light предоставляет очень интересную такую возможность получать оповещения новых подписчиков на ваши рассылки как по одному так вы можете получать ежедневную сводку на ваш почтовый ящик либо можете получать оповещение об отписке ну и вкратце рассмотрим последние три завершающих пункта это создать новый аккаунт здесь думаю всем понятно нажимаете создать новый аккаунт поменять язык также все понятно с этим вы меняете нажимаете на кнопочку меняйте тот язык который вам больше всего нравится и соответственно кнопка выйти выходит полностью из аккаунта ну что ж дорогие друзья на этом основное знаком знакомство с базовыми функциями с настройкой аккаунта сервис мэйлер лейтер заканчивается если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на наш канал до следующих встреч на наших новых уроках